Подключаюсь лицом в кадр. В общем, я участвую в совместных проектах. Мне это очень сильно нравится. Я не знаю на следующей неделе, как у меня будет складываться. Но эта неделя у меня будет ознаменована тоже мужским кардиганом. И надеюсь, что она также. Ну, по крайней мере, вот такой кардиган. Вот. А одна работа уже готова. Совместный проект «Женские прихоти» с Валентиной Романчук подразумевает четыре номинации. Это аксессуары, плечевые изделия, коллекция и вторая жизнь. Аксессуары мы все понимаем, что это такое. Коллекция – это то, что хоть аксессуары или игрушки, или еще плечевые изделия, мало ли что, будет из этого сделана коллекция. Так вот, я себя заявляю как плечевые изделия, потому что, ну, это, наверное, то, что мне больше всего нравится – вязать и воплощать. И я стараюсь принимать такие заказы, хотя я, конечно же, не гнушаюсь разными заказами, которые имеют место быть. Но и выгодны. И мне, и заказчику. Вот. На данный момент в этом совместном проекте… Извините. В этом совместном проекте я уже закончила одно плечевое изделие. Это кардиган «Большой Любовский». Это работа выполнена на заказ. Но, когда я вязала именно этот кардиган, я вдохновилась на другое изделие. Не знаю, получится ли у меня его связать. Очень бы хотелось, чтобы у меня были возможности. Ну, либо нашёлся заказчик на моё желание, либо как-то изыскать возможности, элементарно, да, купить пряжу на этот. Я хочу связать, может, пиджак. Вот. Что ещё? Ну, и второе у меня сейчас будет тоже в этой же номинации. Это вот я сейчас показала кардиган в стиле кантри. Тоже очень интересное изделие. Очень бы хотелось его как можно быстрее связать. Ну, посмотрим. Вот. В номинации аксессуары я бы, наверное, может быть, и приняла участие. Но, к сожалению, я не совсем успеваю вязать. Ну, опять же, впереди год. И дальше будет видно, да, как оно сложится. Потому что, ну, на данный момент у меня нет такой возможности прямо вязать их. Хотя очень-очень сильно хочется и надо бы, да. Но пока не имею возможности. Второе, значит, ну, коллекция – это если что-то будет как бы одно одно к другому. Ну, и плечевые изделия. То есть, ну, там уж тут уж как карта ляжет. Вот. И вторая жизнь – это переработанная пряжа, да. В том плане переработанная, что вы что-то там связали. Вещь была либо ношена, либо не ношена, лежит, либо не довязана, либо ещё что-то там было. Ну, то есть, когда... Ну, сейчас это популярная тема, в принципе. Вторая жизнь там тканям, пряжам. То есть, получается, на самом деле это неплохо, наверное, если особенно это будет принимать какое-то массовое, так скажем, явление. С другой стороны, насколько это неплохо в отношении тканей и там, ну, пряжи – всё-таки это то, что разлагается и тлеет. Ну, не знаю, насколько это много принесёт вреда планете, если оно всё-таки разлагается и тлеет. И вопрос в том, ну, у меня, скорее, в голове, да, вот как, когда, если брать вот про вторую жизнь, в плане именно экологии, да, когда это будет популярная тема, тогда это, наверное, должно касаться чего-то других материалов. В частности, там, каких-нибудь пластиковых стаканов или ещё что-то. Ну, к примеру, я вот сейчас покупаю для ребёнка молоко в стеклянных бутылках. Ну, потому что оно меня устраивает по качеству, по жирности и так далее. А далее я не знаю, куда их деть. Вот, и был момент, я их собирала-собирала, потому что, ну, по-хорошему, если вот это была бы вторая жизнь, да, принимали бы в том магазине, пусть даже без денег, просто принимали бы. Я бы, честно скажу, я бы носила, да, там, неиспользование пластиковой какой-то посуды – это тоже хорошо. Ну, или там, ну, какие-то такие вещи я больше понимаю. Но вторая жизнь в плане ткани и пряжи, я для себя лично считаю это правильным. Но уже не в плане со стороны экологии, а скорее экономия для себя в частности, да. Ну, допустим, я к носкам отношусь больше как к расходникам, чем к чему-то такому. Ну, я, наверное, может быть человек простой, и мне не надо, ну, в принципе, да, вот я уже говорила, да, я бы, допустим, связала какие-то расходнички, да, они такие миленькие, но для фотографий. А в жизни, ну, не знаю, я вот… О, если брать про аксессуары, сейчас я попробую. Вот, вяжу носочки, вот если бы я их связала, да, все-таки, почему говорю, что мне бы надо, было бы хорошо. Но это не вторая жизнь, это новая хорошая пряжа, очень хорошая пряжа – это пряжа «Водопад» и пряжа «Мэри», то есть это очень хорошая пряжа, тёпленькие, чудесненькие носочки, да. Если бы я такие же бы, да, это, кстати, первая, которую я вяжу от носка, и не знаю, насколько это для меня потребное надо абсолютно. Ну, кто-то говорит, что при ввязывании остатков пряжи – это хорошая идея. Наверное, не буду спорить, мне, для меня это никак. То есть я здесь, единственное, что был интерес именно в этих носках, почему я их начала… Ну, так как мне попадались видео на… Ну, вот эти от носка там, я всё смотрела, и мне… В общем, это такой набор, как вот, итальянским набором, таким вот образом, я значила. Мне просто было интересно, получится ли, и что получится из, если вязать вот так. Не знаю, насколько… Ну, вот, пожалуйста, мысок, да, связанный с началом итальянским набором. Ну, в общем, это так, интереса ради. Я бы, скорее всего, да, вот если брать именно номинацию именно из темы «Вторая жизнь», конечно, это в том плане, что, ну, не надо, как можно не тратиться лишний раз, не выбрасывать лишний раз. То есть, да, это я считаю это правильным. Что в шитье, что в любом, наверное, деле, да, где это приемлемо. И в пряже, в частности. Ну, чёрт, перестань. В общем, какое-то у меня такое сумбурное подключение, да, вот в этом видео. Но я для себя могу сказать именно то, что про эту номинацию, где хочу участвовать я. Плечевые изделия и коллекция. Что я могу сказать? Я люблю принимать заказы именно на плечевые изделия, потому что оно для меня это самое такое приятное вязание. Второе, значит, мне нравится вязать мужские кардиганы. Но при этом, ну, у меня есть старший сын, и вполне возможно, стоил, может быть, и для него, и вполне какое-то... У меня есть и в планах. Так вот, вывязывая сейчас заказы, у меня есть несколько идей, которые я хочу всё-таки воплотить. То есть, будут ли они для сына, или буду ли я вязать всё-таки на наличие. И я действительно хочу вязать какие-то вещи. Я не знаю. То есть, работая... Ну, я вяжу на заказ. Работая с заказчиками, насколько уместно вязать на наличие. Ведь, ну, они все разные. Ну, допустим, какой-то определённый женский простой кардиган, или какой-то там жилетик, сетерочек. Ну, в принципе, наверное, возможно, да. Если взять, посмотрите, размеры, спрос. И если... Это, наверное, реально. Да перестаньте! Так, пришлось немножко поругаться, потому что что-то разгавкались. При этом, не на что гавкать, это просто на улице собачка гавкает, и они туда же. Ой, потеряла, конечно, свою мыслю, пока тут нервы-нервы ничелы. А тем не менее... В общем, вязать на наличие, я не знаю, насколько это имеет смысл. Потому что... А мы все люди разные, с разными там параметрами, пожеланиями. И, как это... Такой же, только с первомутровыми пуговичками. Но, тем не менее, наверное, опираясь на какие-то определённые знания, да, вполне возможно, можно что-то и связать. Либо связать... Ну, как... Зная уже для кого это изделие, ну, будет там в подарок, грубо говоря. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это было не так. А именно, на мои же пожеланиях нашёлся бы заказчик. Это было бы, конечно, самый лучший вариант. Но, как бы то ни было, я думаю, что за год я всё-таки свяжу некоторое количество плечевых изделий, которые можно будет назвать коллекцией, ну, либо просто плечевыми изделиями. Так что, так... Девочки вяжут очень много интересного. Если их смотреть, да, вот это как бы вдохновляешься. И так хочется сразу. И то, и другое, и это, и пятое, и десятое. В этом плане, конечно... Ну, нет... Как... Главное, себя остановить и не захотеть слишком много. Хотя, ну, что делать? Хочется. Так что, ладно, всё. Желаю всем ровно петелек, удачи, как можно больше выполнить своих желаний, чтобы всё воплощалось в жизни. И ещё всем желаю много-много здоровья и мирное небо над головой. Вот. Засним. Я с вами откланяюсь. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня уже 25 января. И это мой первый отчёт в совместном проекте Валентины Романчук «Женские прихоти». И вот такое изделие я показываю. Это мужской кардиган. Это не реплика, но, тем не менее, в принципе, можно было сделать и реплику, я думаю. Но это не она. Это просто вещь под вдохновением этой кардигана из сериала «Большой Лебовский». Изделие очень интересное. В оригинале чуть-чуть некоторые моменты сделаны иначе. В моём варианте я вшила замок внутрь планки. В принципе, ну, там как-то планка шире, но у меня не получалось. То есть, если бы я делала шире, у меня бы тут слишком получился как-то перед. Ну, может быть, надо было спинку тогда. Ну, в общем, короче, как сделано, так сделано. Здесь что и какие интересные детали. первая это именно молния. Сейчас вот она смотрится как-то преизборенной, но вы увидите. В принципе, она нормально сидит, без всяких там чуть волна есть, но абсолютно незначительно. Когда застёгнута, так вообще это не видно. Что у меня первое? Это резинка связана полой. Потом идёт, наверное, называется это патентная резинка или как она полупатентная, резинка. И вывязан жаккард. Вот. В принципе, так она связана и в оригинале. К сожалению, единственный нюанс, у меня не хватило пряжи и заказывать ещё раз мы решили уже не заказывать, потому что, ну, маленькая просчиталась в количестве пряжи на данное изделие. то есть, если бы у меня был ещё прямо целый моток вот такой пряжи, было бы прямо, конечно, красота. Здесь вывязано, сейчас я скажу, сколько мотков, 17 светло-бежего, 3 такого и 5 таких. Пряжа вывязана в ноль, то есть, пряжи абсолютно не осталось. Ну, там, конечно, обрезочки, только там где-то ниточки и так далее. Вот. Швы. Короче, вот такой вот внутренняя сторона. Вот таким вот образом. То есть, естественно, нигде никаких ниток, аккуратные все швы. Даже если где-то ниточки были, привязывались, да, ну, их нигде вы... Здесь, конечно, вот так, если сильно искать, можно найти. Ну, можно и не искать, и вы их не найдете. Так вот. Рукава также связаны. Сначала идет патентная резинка, ой, полая резинка, потом полупатентная резинка. Что еще было интересно в этом изделии? В этом изделии получается, как связала, сшила все детали, вывязала воротник, и только потом я связала кеттлевку. Ну, потому что, ну, мне как... Я что-то не помню, кстати, как в оригинале, даже не обратила я внимания или нет. Я вот думаю, если бы я кеттлевку вязала, наверное, сверху вниз, было бы еще интереснее, да? то есть, прямо набирала я по лицевой стороне петли, провязывала сколько-то рядов, набирала по внутренней стороне петли, тоже сколько-то рядов вывязывала, ну, и потом крючком сшила. То есть, вот таким вот образом. Фотографии вставлю, как это смотрится. на самом деле кардиган очень интересный и он вдохновил меня на может быть и повтор этого изделия вполне возможно, но я уже думаю, если буду повторять, наверное, я возьму. Здесь использовано 100% меринос альпина и бибиби. Светло-бежевая и темно-коричневая это альпина арнелла мерино. Вот этот коричневый это биби забыла, как там называется. В общем, все это 100% меринос. И я думаю, что в принципе, наверное, стоит повторить это изделие, потому что оно интересное, но как бы из пряжи попроще. Вот такая вот готовая работа. Так, ну вот, а это следующий участник в моем как в моем в этом совместном проекте с моей стороны. Получается, что я себя заявила, да, как мужская коллекция или плечевые изделия. Как правильно сказать, я даже сейчас не скажу, но типа того. вот, это будет кардиган в стиле кантри, словно сшит из разных как сказать кусков ткани, но это не ткань, это все вязаное полотно. И что мы видим? Спинка у меня готова. Эта спинка связана со скосами плеча. изделие тоже очень интересное, да, и в этом изделии присутствует как интарсия, жаккард, разные узоры, разные по сложности, да, как бы простой жаккард, ну и просто косы. Вот, в данный момент, что у меня готово? У меня готова спинка, и я здесь вот, не знаю, надо сейчас посмотреть, стоит ли еще провязать два ряда, и, ну, в общем, или уже подошла я до проймы или нет, ну, в общем, как-то так. Вот такая вот тоже интересная очень будет работа. Как красиво их продемонстрировать, я не знаю. Я просто знаю, что это очень интересная работа. И каждая моя работа, которые, это моя действительно работа в том плане, что заказывают заказчики, и я выполняю их пожелания. Есть те работы, которые не вызывают какого-то интереса, восторга, даже у меня, если я их вижу. То есть, ну, как, просто я выполняю свою работу. А есть те работы, которые, такие изделия, которые дарят вдохновение на какие-то другие, на что-то другое. Так вот, провязывая вот здесь, допустим, вот этот простой жаккард, я понимаю, что, на самом деле, такое интересно же где-то просто пустить и связать, да, в этом что-то есть. Ну, и вообще, когда вот так состоит изделие, да, у меня не очень получается снимать на видео, но будем надеяться, что видно, что я показываю. Вот такие мои работы. Что-то завис. Что-то что-то